Михаил, приветствую вас! Мы очень рады видеть вас в Санкт-Петербурге, в прекрасной гостинице Англия Терр, и мы очень рады, что вы приехали к нам на интервью. Добрый день, спасибо большое, я тоже очень рад. Ваше интервью, я хотела бы начать с такого вопроса, который, наверное, сегодня очень хочется многим задать топ-менеджера Совкомбанка. Как вы оцениваете сделку по покупке Банка Восточный? С момента этой покупки прошло уже 4,5 месяца. Каковы первые результаты? Как и прежде, по прошествии 4,5 месяцев мы эту покупку оцениваем и предварительный результат или текущий результат оцениваем очень позитивно. Данная покупка нам позволяет в ближайшее время начать оперировать большим количеством офисов на территории от Урала до Дальнего Востока. Мы серьезно усиливаем и получаем серьезные синергии в нашем розничном направлении. По этому основу это, конечно же, прежде всего розница. Хочется отметить, что Банк Восточный и его розничное направление очень близко к рознице Совкомбанка. У нас очень похожие продукты, у нас похожий формат сети. Текущая интеграция показала, что сотрудники Восточного практически уже знакомы с той продуктовой линейкой, которая есть у Совкомбанка. И продажи, и развитие продуктовой линейки, которая сейчас происходит, оптимизация и синхронизация этого показывает, что все происходит очень гладко и очень комфортно. Мы предполагаем присоединить Банк Восточный до конца текущего года. Рассчитываем, что розничная база у нас вырастет примерно на 3 миллиона, грубо говоря, примерно на 3 миллиона человек. Тут такая получается, даже в рознице двойная выгода. Мало того, что мы получаем хороший клиентский портфель, мало того, что мы серьезно наращиваем и развиваем присутствие нашей розницы, усиливаем позиции нашей розницы за Уралом на очень большой территории страны. Мы еще и получаем доступ к клиентам с теми продуктами, которые не так сильно, наверное, были развиты в Банке Восточной, но являются якорными продуктами в линейке нашего розничного направления в Совкомбанке. Фактически уже сейчас экономический эффект от сделки составляет около 4 миллиардов рублей. То есть это как бы текущие результаты хорошие, но мы рассчитываем все-таки и смотрим, оперируем горизонтами нескольких лет, а не нескольких месяцев. Поэтому основные результаты, я уверен, мы увидим через год, через два и через три. И это будет заметное усиление нашего розничного направления, и удвоение, и повышение объемов портфелей, в том числе нашего ключевого розничного продукта, национальной рассрочки карт Халва, и в том числе рост по другим ключевым розничным продуктам, это ипотека и автокредитование. А скажите, пожалуйста, говоря об автокредитах и ипотеке, В этих секторах наиболее крупная конкуренция именно с госбанками. Как вы планируете выигрывать эту конкуренцию? В первую очередь за счет вот такого вертикально выстроенного партнерства со всеми участниками, начиная, например, в автонаправлении, начиная от автопроизводителя и заканчивая конечным потребителем, который покупает автомобиль. Это предложение вот такого комплексного набора продуктов каждому участнику, на каждой стадии производитель, автодиллер, автосалон, банковские подключения, банковские каналы продаж и затем уже потребитель. Что касается конкуренции, ну тут такого в лоб ответа тут не будет никогда, поэтому и я вам его сейчас как бы не сформулирую. Тут есть тысячи мелочей, вот это тысячи мелочей мы стараемся решить. Мы хотим, чтобы была последовательная такая комфортная работа и наше присутствие на всех этапах со всеми участниками вот этого вертикального партнерства, чтобы с нами было комфортно работать автопроизводителями, мы финансировали их. И вот в каждой ступеньке давать тот необходимый набор продуктов, который востребован, который удобен, который технологичен, который зачастую ту или иную часть не предлагают наши конкуренты. И за счет вот такой как бы вертикальной интеграции и вертикального партнерства, наверное, должен достигаться тот необходимый уровень качества продукта. В последние годы Совкомбанк сформировал полноценную финансовую группу из страховых компаний, лизинговых, факторинговой компаний. Каков их вклад в финансовый результат группы Совкомбанк сегодня? Есть очень большая, важная, нужная часть, которая очень комплементарна, например, корпоративному бизнесу. Это платформа участия в закупках. Раньше мы являемся партнером РТС-тендера, мы являемся владельцем компании Финтендер. Это платформа, которая специализирует на документарных операциях, на онлайн-гарантиях, если так можно сказать, для тех участников, которые раньше участвовали только исключительно в госзакупках. В последнее время мы закрыли также еще сделку по приобретению площадки, которая работает в сфере коммерческих закупок. Таким образом, сформулирован большой, очень электронный, технологичный бизнес для наших клиентов по участию в закупках. Страховой бизнес. По мере роста и развития нашего розничного бизнеса мы увидели тут возможности и решили сами тоже заниматься. Воспользовались той ситуацией и уходом игроков, которые уходили, к сожалению, из России. Нам это позволило по очень хорошей цене приобрести очень качественные активы. Это две компании, одна, которая специализируется на имущественном страховании, автостраховании, вторая, которая специализируется на страховании жизни. Сейчас они успешно интегрируются в бизнес, в группы бизнесов Кумбанка и успешно развиваются, растут. Что касается факторингового бизнеса, мы видим большие возможности, мы видим востребованность большую в этом направлении, мы видим спрос серьезной стороны наших клиентов. Это было до сих пор, до текущего момента, было построено на базе факторинговой компании, которую мы приобрели вместе с Росевробанком в 2018 году. И вот мы, увидев эти возможности, решили воспользоваться ситуацией и также приобрести очень сильного заметного игрока и выйти на соответствующие, наверное, нашему корпоративному бизнесу позиции в направлении факторинга. Мы считаем, что все бизнес-направления, вот эти все бизнес-направления, они находятся в такой стадии сейчас трансформации. Ну и вот таким образом, наверное, в течение нескольких лет поступательно компании изменят свою стратегию, изменят свое поведение, встроятся в нашу такую семью, совком банка, если можно так сказать. И мы ждем, что это приведет и к росту бизнеса, к кратному росту бизнеса и к кратному росту финансового результата. Михаил, планируются ли изменения в составе акционеров банка? В целом состав ключевых акционеров банка устойчив последние несколько, я не знаю, около 10 лет. Очень заметным и важным для нас событием случилось в течение последних двух лет вхождение крупнейших инвестициональных инвесторов в наш капитал. И около 10% сейчас принадлежит крупнейшим суверенным фондам Китая, Японии, Саудовской Аравии и еще нескольких ближневосточных стран. Вряд ли подобные изменения повторятся в ближайшем будущем. Тем не менее, небольшие изменения возможны. Например, Леонид Гуславский. Вот подобные небольшие изменения среди миноритарных акционеров и появление таких именитых партнеров, акционеров, среди совладельцев банка, они, конечно же, возможны. В отчетности по МСФО за первое полугодие Совкомбанк показал рост чистой прибыли почти в три раза. При этом корпоративный портфель вырос на 54%, розничный на 45%, а чистый процентный и комиссионный доходы более чем на 30%. За счет чего вам удалось достичь таких результатов? Рост довольно гармоничный по всем направлениям. Вряд ли стоит ожидать какого-то изменения в ближайшем будущем и перекоса либо в сторону корпоративного бизнеса или розничного бизнеса. Вряд ли стоит ожидать и подобных темпов роста. Я думаю, что он будет несколько более спокойный, если можно так сказать, более плоский. Конечно, большую роль сыграло восстановление экономики, большую роль сыграли те программы, которые были в прошлом году и были продлены в текущем году, как в корпоративном бизнесе, так и с точки зрения розничных продуктов, в том числе, например, и в ипотеке. Мы думаем, что в целом некое такое ужесточение, наверное, монетарной политики или ужесточение такого макроэкономического фона в текущем году он не даст тех самых темпов, не даст возможности для тех самых темпов роста, которые были продемонстрированы в конце прошлого года и в начале текущего года. Тем не менее, мы оптимистично смотрим на перспективы. Мы думаем, что мы будем продолжать расти, но более спокойными темпами. Расскажите, как для Совкомбанка прошел сложный 2020 год? Какие процессы пришлось изменить? Может быть, что-то новое внедрить? И как это отразилось на работе всего банка? Это на первом этапе было очень напряженно, но в целом привело к тому, что многие бизнес-процессы стали более гибкими, более эффективными, более быстрыми. И если подобную трансформацию в спокойном режиме потребовались бы месяцы, если не годы, то мы в прошлом году это прошли буквально за недели, если не дни иногда. Это привело к росту пользователей в наших приложениях во всех. Это привело к росту продаж нашим клиентам в цифре. И как бы мы, эта тенденция сохраняется. Новые условия ведения бизнеса в коронакризис привели к следующим результатам. Говорят цифрами. Объем онлайн-покупок вырос с 8 до 20%. Порядка 86% платежей, которые проходят по халве, проходят бесконтактным образом. За прошедший практически год количество или доля наших клиентов, использующих мобильное приложение, выросла почти на 20%. Давайте подведем некоторые итоги деятельности банка. А именно я бы хотела поговорить про корпоративный инвестиционный блок, который вы возглавляете. И в этом году он отметил пятилетие со дня создания. Как вы оцениваете результаты его работы? И примите наше поздравление. Пятилетие – это большой срок. Как вы оцениваете результаты работы этого блока? Ну, самому себя хвалить как бы довольно сложно. Работа проделана большая, есть чем гордиться. В некоторых направлениях мы являемся лидерами или одними из лидеров. Наши якорные продукты, которые продаются клиентам корпоративного инвестиционного блока, а именно, например, DCM – долговое финансирование на публичных рынках, кредитование, синдицированное кредитование, например, золото и работа с драгметаллами – это те направления, которые находятся среди лидеров, можно сказать, в топ-3, наверное, на российском финансовом рынке. И мы по праву как бы гордимся той работой, теми позициями, теми результатами, которые нам удалось достичь. Если говорить о масштабе, то когда мы приходили, мы не ставили каких-то себе целей по масштабам, по размерам, по достижениям. Работа была, ну, как бы строить с нуля, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно. Но на текущий момент масштабы следующие. Около 500 миллиардов, примерно, 450. Около 500 миллиардов – это примерно объем активов корпоративно-инвестиционного бизнеса. Портфель кредитов около, ну, там, от 350 до 400 миллиардов, он периодически иногда гасится, иногда периодически подрастает. Объем депозитов на текущий момент от крупнейших корпоративных клиентов превысил 400 миллиардов рублей. Если говорить про это без портфеля ценных бумаг, без портфеля облигаций, если говорить про портфель облигаций, то это еще сумма порядка 500 миллиардов рублей. Ну, в целом, это такой довольно-таки масштабный, ну, по крайней мере, как минимум, в размерах с Уфкомбанк это довольно масштабное направление. Это направление, которое мы, начиная с нескольких якорных продуктов, постепенно усложняем, если можно так сказать, или стараемся дать нашим клиентам комплексное предложение. Мы развиваем многие направления, тестируем многие направления, пытаемся иногда идти не самым, наверное, стандартным путем, в общем-то, пытаемся развиваться как только можем, всеми возможными усилиями. Мы подрастаем, у нас команда в настоящий момент составляет порядка 250 человек. Начинали мы когда-то с команды, ну, буквально 10, 20, 25 человек. То есть за этот период времени, да, мы выросли практически в 10 раз в количестве. Все равно это не очень большая команда, если посмотреть на корпоративно-инвестиционные бизнесы наших конкурентов или партнеров в том числе, где цифры несколько более, наверное, впечатляющие. Но, тем не менее, доход корпоративно-инвестиционного бизнеса в текущем году превысит, без портфеля облигаций, превысит 10 миллиардов рублей. Ну, в общем-то, такие цели довольно... Довольно были масштабы и итоги довольно позитивные. Поэтому всегда, несмотря даже на достигнутые результаты, хочется чего-то большего. Поэтому мы каждый день думаем над тем, как бы можно было сделать еще что-то полезное, как-то развиться где-то, опередить либо партнеров, конкурентов наших, либо опередить самих себя, где-то есть ли возможность прыгнуть выше головы, где-то мы, может быть, недорабатываем, как-то, может быть, исправляем. Очень много разных треков, направлений, в которых мы что-то перестраиваем, подкручиваем, докручиваем. Проектов, которые внутри нас идут, как в операционном смысле, так и как бы мы меняем и клиентский блок, и клиентское направление, существенно его наращиваем, прирастаем компетенциями, мы внедряем новые продукты, и развиваем новые продукты, и корпоративные, и международного бизнеса, и с финансовыми институтами, и с корпоративными клиентами. Мы смотрим на новые бизнес-линии и тестируем какие-то, опять же, новые идеи. Мы развиваем инвестиции, инвестиционное направление, как для корпоративных клиентов на финансовых рынках, даем им доступ к деривативным инструментам, даем им доступ к валютным рынкам, так и для физических лиц. В общем-то, планов громадье, результаты позитивные, работы проделаны много, но впереди еще больше. Я хотела бы остановиться на карточном портфеле непосредственно. В этом полугодии он стал самым большим в сравнении с остальными бизнес-линиями Совкомбанка, даже обогнав автокредиты и ипотеку. Означает ли это, что в рознице вы делаете ставку именно на карточный бизнес? Ядром розничного бизнеса является карта рассрочки Халва. Вот про те цифры, которые вы говорите, там присутствует эта карта рассрочки, этот портфель. Около 65 миллиардов рублей, это, собственно, тот портфель, который сформирован как раз таким нашим ключевым продуктом, якорным продуктом карты рассрочки Халва. И это ядро меняться не будет. Существенный взнос в это дала консолидация портфеля потребительских кредитов Банка Восточной. Мы ждем, что это, конечно же, отразится на росте вот этого вот как бы ядра карта рассрочек. И мы считаем, что это предпосылки для его удвоения. Халва, если можно сказать, точка входа клиента в розницу Совкомбанка. И после этой точки входа продаются дополнительные продукты, продаются обеспеченные продукты, которые также являются якорными и которые мы также планируем дальше активно развивать. В последние годы наметился тренд на уход клиентов из банковских депозитов и портфели вкладов заметно стагнируют. На этом фоне у банка рост вкладов и счетов увеличился на 30%. Как вы это объясняете? Мы активно работаем с нашими ключевыми фокусными группами клиентов. как в рознице. Мы опираемся на практически третью сеть в России. Территория присутствия более тысячи городов в 77 регионах. Мы опираемся на быстрое реагирование и соответствие наших продуктов в рыночной конъюнктуре. Мы инвестируем серьезно в рекламу. И это все поддерживает текущий трафик, текущую работу с депозитами розницы. Конечно же необходимо отметить, что вместе с Банком Восточным мы получили порядка 120 миллиардов рублей розничных депозитов. Что касается корпоративных клиентов, то тут следующая ситуация. у нас был и продолжает расти, подрастать устойчивые остатки, устойчивые депозиты от тех клиентов, которые исторически развиваются вместе с Банком. Это прежде всего средние и среднекрупные клиенты. В прошлом году мы стали с тем значимой кредитной организацией. Это, если можно так сказать, выступило катализатором или каким-то таким дополнительным импульсом в работе с крупнейшими клиентами. мы приросли в прошлом году примерно в два раза по объему депозитов и в первом полугодии текущего года мы приросли еще в два раза. На текущий момент объем депозитов от крупнейших клиентов превышает 400 миллиардов рублей. Для нас это заметная сумма и мы видим дальнейшую тенденцию к росту. Дальше хотелось продолжить теми же самыми темпами, но мы понимаем, что мы находимся в конкурентной среде, прирастать за счет увеличения стоимости фондирования мы не хотим и не будем. Поэтому я думаю, что во втором полугодии темпы будут несколько более сглаженными. Как вы сегодня оцениваете состояние публичных рынков капитала? Ну, если говорить про конъюнктуру, то конъюнктура в целом относительно стабильная, несмотря на то, что в текущем году ключевая ставка выросла на 24%. Мы считаем, что ставка еще имеет, наверное, может подрасти. Тем не менее, на рынках хорошее настроение, ситуация довольно равновесная, заемщики выходят, а инвесторы готовы инвестировать. Если говорить про нас и про наши опыты, то в настоящий момент мы присутствуем на рынке еврооблигаций. У нас обращаются три облигационных выпуска. Мы не так давно выпустили аккордеон к нашему синдитированному кредиту, доведя объем в обращении до 620 миллионов долларов. Он размещен и среди иностранных банков и российских банков-участников. На текущий момент у нас 16 банков-партнеров, которые кредитуют нас посредством этого синдитального кредита. И мы очень позитивно оцениваем этот опыт. Что касается нашего присутствия на рынке облигаций, с прошлого года мы что касается нашего присутствия на рынке рублевых облигаций, то с прошлого года мы не выходили с новыми выпусками. Но планируем в ближайшее время это повторить. Планирует ли Совкомбанк новые МНД в ближайшее время? Если да, то в каких секторах? И еще один вопрос, который можно к этому уже отнести. Планируете ли вы покупки вне финансовом секторе? Тоже один из разряда вечных вопросов. И любимых вопросов. Ну так уж случилось, что у нас очень хорошая экспертиза в этом направлении. И тот трек-рекорд, который мы показываем в течение последних лет, успешный трек-рекорд подпитывает, наверное, этот вопрос. В настоящий момент мы очень погружены в процесс интеграции Банка Восточный. Это непростая задача, интеграция большого бизнеса в течение довольно сжатого периода времени. В настоящий момент каких-то твердых планов по дальнейшим сделкам у нас нет. Мы исторически очень активны, мы обладаем сильной экспертизой в этом направлении, мы умеем приобретать, интегрировать финансовый бизнес, извлекать эту синергию, дополнительные выгоды. Но в настоящем моменте мы пока будем сконцентрированы на вопросах, связанных с интеграцией. Мы исторически всегда консервативно подходили, несмотря на нашу активность, мы исторически всегда очень консервативно подходили к этому вопросу, мы очень жестко оценивали риски, и мы всегда делали сделки в случае наличия свободного капитала, в случае наличия возможностей для этого. Мы рассчитывали исключительно на собственные силы, и также будем действовать в будущем, никаких изменений в нашей стратегии, в нашем менталитете не произошло. Сейчас мы будем заняты интеграцией, а в будущем исключать ничего нельзя. Давайте теперь немножко об облигациях поговорим. В пресс-релизе по отчетности МЦФО банк, Совкомбанк, особо отметил снижение доли облигаций в активах с 39% до 30%. Почему все же банк решил снижать долю ценных бумаг? Ведь в 2015 и в 2020 годах облигации принесли Совкомбанку существенную прибыль. Как и вечный двигатель невозможен, невозможен на одних и тех же инструментах год из года зарабатывать с одинаковой успешностью. Поэтому с точки зрения портфеля или рынка облигаций, рынки облигаций волатильные. Бывают моменты, в которые удобно, эффективно и можно быстро, оперативно увеличивать портфели и получать дополнительную доходность. Бывают периоды, в которые рынки, к сожалению, падают, снижаются инвесторы облигационные либо несут убытки, либо не зарабатывают так, как хотелось бы зарабатывать. Поэтому это аналогия с кредитными портфелями. Тогда, когда ставки находятся на комфортном уровне, маржиналис находятся на комфортном уровне, банки активно наращивают кредитование. Когда зарабатывать или получать высокую прибыль на кредитах сложно, тогда аппетиты снижаются. Также с нашим портфелем облигаций. В прошлом году мы увидели очень большие хорошие возможности на рынке облигаций. Мы нарастили существенный объем портфеля. Мы концентрировались на наиболее качественных облигациях с низким риском в тот момент, когда они были недооценены или оценены на наш взгляд несправедливо. Уже к середине четвертого квартала, к концу года мы поняли, что ситуация меняется. В конце прошлого года мы уже начали сокращать портфель. Наиболее заметно это стало по итогам отчетности текущего года. В этом ничего нет страшного. Это обычная работа с портфелем. Текущий объем портфеля нам в целом очень комфортен. Это примерно 2-2,5 капитала около 500 миллиардов рублей. отлично спасибо вам большое Михаил. Я рада что наше интервью получилось таким насыщенным интересным. Надеюсь что это будет не последний раз. Большое спасибо мне тоже было очень приятно. Спасибо.